Приветствую тебя, мой новый ученик и будущий супергитарист. На связи Ковалевский. Итак, мои дорогие ученики, как я вам обещал, давайте-ка съездим в музыкальный магазин и все посмотрим на месте. По картинкам, это по фотографиям, гитару, конечно, нельзя выбирать. Ни в коем случае. Надо приезжать, смотреть, щупать, трогать. Поехали! Все, мы приехали, заходим в музыкальный магазин и сейчас будем смотреть, выбирать. Так, мои ученики, в общем, добрались мы до музыкального магазина. Я выбрал сразу вот за такую стоимость гитару. Давайте так с вами договоримся, мы не смотрим на марку, модель, да, мы не смотрим, кто производитель, фендер, не фендер, крафтер или кто-то еще. Мы просто сейчас выбираем гитару по звучанию. С чего начинаем? Вот мы пришли в музыкальный магазин, да, мы взяли инструмент, нам понравился, например, цвет, да, вот такого цвета мне нравится гитара. Но этого недостаточно. Что мы делаем? Первое, что мы должны посмотреть, корпус внешний, все внимательно посмотреть, чтобы не было сколов, трещин, царапин, порезов. Все внимательно осмотрели, вот, чтобы пятка была нормальная, да, чтобы держалась, чтобы здесь никаких не было отслоений. На нижнем порожке тоже, чтобы он был хорошо приклеен, чтобы он не отходил вот так, да, не нижний порожек, а подставка, да, ну, порожек тоже смотрим. Все, все внимательно, внешнее надо изучить, чтобы подставка, чтобы подставка держалась крепко. Следующее, что мы смотрим, это гриф. Прямой ли гриф, ровный или нет. Вот так вот, берем раз. Опа. И надо посмотреть, ровный гриф или нет, чтобы не было вот этих вот всяких там искажений у него. Дальше смотрим обязательно высоту струн, то есть, между, расстояние струн между, значит, грифом и самой струной, шестой, да, должно быть примерно 5 миллиметров высота струн. Ну, по 12-му ладу можно посмотреть, проверить звук еще, да. Все, визуально вы посмотрели, инструмент изучили, теперь надо переходить к механическому уже, да, изучению, что... Главное, чтобы колки не скрипели. Вот вы покрутите колочек каждый туда-сюда, чтобы колки не скрипели. Чтобы был ровный, плавный ход у них. Никакого скрипа у колков быть не должно. Дальше. Дальше проверяем лады. Должны быть гладкие лады. Если вы вот так вот рукой проведете, никаких заусенцев быть не должно. Можете по каждой струне вот так вот провести. По каждой струне и вы почувствуете, что если вам цепляется что-то, то в будущем, в процессе занятий, вам уже будет это все создавать дискомфорт и неудобство. Провели по каждой струне, от первого лада до последнего. Раз, раз, раз. Почувствовали, что нет никаких заусенцев. Дальше. По всем струнам можно поиграть. Послушать звук. Если вы хотите, можете пока даже если не умеете еще играть, просто хотя бы вот так вот попробовать звук. Конечно же, профессионал больше будет разбираться в качестве звучания, но вам нужно тоже это обязательно проверить, посмотреть. И хотя бы вы один аккорд какой-то возьмете, да, или кто-то вам возьмет, может быть, продавец музыкальный на магазине, надо послушать качество звучания инструмента. То есть инструмент должен обязательно звучать на всех частотах. То есть должны слышны быть низкие частоты, середина и высокие частоты. То есть если идет дребезжание и только высокие частоты, то будет некрасивый звук. Как это проверяется? Вот я слышу, например, что на этой гитаре очень мало низких частот. В основном середина и высокие. Вот нет этой плотности мощной, которая бы давала бы очень крутой, мощный, плотный звук. Но, смотрите, 17 тысяч уже можно начинать заниматься и на этом инструменте. Но мы сейчас с вами по цене выберем, посмотрим, какая звучит как, да. То есть вот на 17 тысяч рублей у нас гитара звучит, ну, на четверочку, скажем так, да, на четверку. Смотрим дальше. Как я вам уже и говорил, мы не смотрим на фирму-производителя, но на всякий случай покажу вам, да, вот такая у нас гитарка. Я не буду никак не рекламировать, ничего не говорить, никак не сравнивать именно с фирмой, потому что может быть написано Fender, а делается где-нибудь в Китае, в подвале какого-нибудь частного мастера, да, Fender этот, а пишется Fender и так далее. То есть мы понимаем о чем я. Мы посмотрим только стоимость. Стоимость данного инструмента 47 тысяч. Все то же самое смотрим, да. Проверяем, ровный ли гриф, проверяем, нет ли сколов, царапин, трещин, все ли на месте пятка, как колки у нас себя ведут, не скрипят ли колки. Нижний порожек проверяем, подставку проверяем, все ли там нормально. В гитарах, кстати, и выглядят очень классно. Прям у нее можно даже понюхать, если похоти сидели, можно лезнуть. В общем, сами пробуем, можно с вилочкой, с ножом кусочек отломать, попробуем. В общем, это на ваш вкус уже, кто как проверяет. Я, допустим, проверяю по звучанию чаще инструменты, чем на вкус или на запах. Вот у этой, смотрите, как плотненькие басы, вот здесь вот прям чувствуется плотный низ. Да, вот на этой гитаре бы я играл. Хороший, хороший инструмент достаточно. Смотрим следующий. Следующая гитара у нас будет тоже марку не называю, просто показываю, да, кто производитель. Тоже ничего не говорю. Мы с вами не от этого отталкиваемся, мы с вами слушаем звук инструмента, смотрим стоимость. Стоимость гитары 72 200. И слушаем звук, как обычно. Дребезжание полное. 72 000. Низких частот она не дает уже. Все на высоких частотах абсолютно. Где-то чуть-чуть середина есть. Низов я не слышу. Просто я не слышу басов. Я слышу только дребезжание. Дребезжание за 72 000. Этот инструмент я не возьму. Итак, ну и последняя гитара. Я думаю, достаточно, уже будет понятно по ценовой категории, да, что вам выбрать. Гитара очень простенькая, по ощущениям, прям даже как наждачка какая-то. Но это на любителя, может кому-то даже так, она как плотнее будет держаться у вас крепче в корпусе. Сразу чувствуется, ну, стоимость ее, да, смотрите. Стоимость всего лишь 6790. Пахнет непонятно, пластмасса какой-то. На вкус пробовать не буду, боюсь, очень дешево. Вот, поэтому можно отравиться. Давайте слышать звук. Слышите, да, да, ну, мне кажется, даже не надо быть музыкантом, чтобы понять, что это звук 6700 на 6790. Вот. Ну, не знаю, бывает, бывает, бывают разные случаи. Просто можно прийти в магазин и купить гитару и за 10 тысяч, может быть, с хорошим звуком. Никто не знает. Потому что, например, Yamaha F310, как я уже говорил, были такие инструменты, они раньше были, там, лет 5 назад, по 10, по 9 тысяч они продавались. И у них был такой шикарный звук, вот как та за 42 тысячи висит, да. Вот точно такой же был звук у нее, шикарный, плотный, красивый, сочный. Поэтому здесь не угадаешь. Инструмент надо выбирать по звучанию. Вот вам как, как вам понравилось, как вы пощупали, потрогали. Ваш инструмент, значит, ваш. Может быть, вам хочется сэкономить и не тратить большие деньги и взять вот за 6 тысяч гитару, но заниматься уже, не обращая внимания на... Немножко такой рисковатый звук у нее, понимаете? Рисковатый. Но, может быть, вам так и подойдет. Поэтому выбор только за вами. Если вы пришли в музыкальный магазин и совершенно растерялись полностью, лучше позвонить мне прям онлайн. Я посмотрю, что за гитара. Вот, может быть, какие-то вам дам советы, рекомендации. В WhatsApp можете позвонить. А лучше, конечно, все записывайтесь на урок. И мы с вами на уроке будем уже более детально все проговаривать. То, чего нет в открытом доступе, вы узнаете, конечно же.